да ты что да ладно прекрасно серьезно реально ну ладно друзья сейчас такое узнал а мы начинаем наш программа двр сегодня у нас гостя да вы не поверить я у вас гостях никит никитин вот с вашего устройства с которого смотрит и сегодня вас гостях маша ваша привет 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 маша расскажите себе нашим зрителям дорогим куда ты попала и зачем о себе меня зовут маша мне 23 года серьезно что себе рассказать я инженер конструктор третьей категории проектирую жилые здания занимаюсь армированием так и не скажешь до армированием жилых зданий железобетонных конструкций да я закончил университет по специальности промышленно-гражданское строительство рассказать что еще про служение могу рассказать рассказать скажи очень интересно я в церкви секретарь пастора секретарь нет это бухгалтер секретарь делает всю документацию именно вот печатную вообще у нас церковь небольшая поэтому еще юридическими вопросами тоже в принципе я немножко занимаюсь там протоколы чему угодно ты прикладываешь ну да что пастор просит супер да еще еще я в детском служении да немножечко помогла давай так сразу назови служение где тебя нет меня нет я не в группе прославления ну ладно но во многих служениях я как бы только в детском или секретарь ты большая молодец и гордость российской федерации ты росла в семье верующих родителей я правильно ну не сразу мы расскажем моя семья пришла в церковь когда мне было 7 лет вообще у меня была верующая бабушка вот и с ней ходил мой старший брат потому что у него был сложный характер и родители говорили что ну церковь тебя точно не испортит вот сделает только лучше и поэтому его отправляли а я была послушным ребенком и как бы я не хотела не рвалась церковь меня особо не отпускали ну как бы говорили что ты так в принципе молодец зачем тебе да но мне очень нравилось воскресная школа которых я была пару раз вот мне это нравились мультики которые нам показывать вот и бабушка мне всегда рассказывала боги а я приходил в детский сад и и всем ребятам там рассказывала истории которые я успел запомнить например я очень любила историю продам и его просотворение мира все в детском саду знали ее наизусть потому что потом когда мы пришли в церковь причем мы пришли очень интересным образом мои родители моя бабушка которая верующая она сломала ногу и пастор очень много помогал возил ее и так познакомился с моими родителями и пригласил в гости и мы пришли тогда в гости у меня родители очень молчаливы и по пастора там перед ними тут танцевали песни пели развлекали как могли вот они просидели молчали вот но их очень зацепила семья пастора и взаимоотношения в семье отношения с детьми и так далее расскажи про это но у них была очень дружная семья у них семья на тот момент было три ребенка сейчас уже 4 вот и очень дружная семья очень такая ну хороший но на тот момент они в квартире жили просто вот сама атмосфера мне кажется взаимоотношений вот между родителями и детьми у нас так но не было особо отношений до бога потом очень все резко изменилось как изменились как как изменились на самом деле у меня мама была очень строгой и очень ругала ругала ну в принципе за все проступки и так далее она была нет меня не били меня в принципе особо не на два раза наказывали которые я помню я разбила плафон в комнате родителей ну это люстра плафон от люстра вот разбила скакалкой занималась художественной гимнастикой и тренировалась комнате разбила плафон и меня за это наказали вот и так меня особо в принципе не наказывали но вот ну кричала мама я боялась у меня был такой страх и за из-за страха я обманывать начала в начальной школе очень много и обманывала родителей а потом когда мама поняла что от этой проблемы нужно избавляться она начала со мной по вечерам читать притчи там же много написано про язык про то что но не нельзя обманывать и так далее и вот мы через это как бы она мне объясняла что так нельзя поступать и это как-то само собой ушло но вообще в принципе я перестала врать и мама начала создавать такие доверительные отношения между нами на вообще сейчас на данный момент ну наверное лучшая подруга которой я все могу доверить и все рассказать это очень до хорошие отношения на и она прям молодец и с братом с моим тоже она у нее хорошие отношения но и с отцом конечно тоже но как твои отношения с отцом у нас хорошие в принципе отношения но бывает что у меня там задевает он меня учит отстаивать свое мнение так скажем он бывают такие и причем я не сразу понимаю когда переключается этот момент когда он начинает меня специально чтобы я умел отстаивать свою позицию вот и он просто другую точку зрения начинает за нее ну неважно правильно на или нет но он учит меня вот таким образом отстаивать свое мнение да ты рада что родилась в семье верующих да да ты бы хотела вот задумалась о том чтобы было если бы не задумывалась и мне на самом деле страшно представить чтобы было я не ну не представляю как бы сложилась моя жизнь как сейчас твое взаимоотношение с богом складывается с богом мы общаемся на самом деле я в такие но бывают сложные периоды в жизни когда я прям со слезами молюсь и он мне отвечает на самом деле бывают какие-то вопросы у меня и даже я спрашиваю него или или прошу какой-то знак и на самом деле очень быстро он отвечает я даже сама не ожидаю на следующий день уже хоп и ответы такого близкая связь хорошо библию знаешь рубрика библии марки давайте проверим что посеял враг вместе с пшеницей лазу плевели оливки или виноград плевела но он молодец какая книга следует после последней евангелия в новом завете рыцари деяния святых апостолов книга царств или первое послание корей деяния апостолов ладно ну а на посмотрим вот как на этот яков имел 12 сыновей но только одну дочь как ее звали анна дина дора или рэп дина не откуда рандомно нет откуда ты знаешь читайте библию друзья эта книга говорит о 10 заповедях божьих о моисея и сорокалетнем пути к земле абитаман а ты не буду сможет говорит о чем исход это правильно кто сказал ученикам что иисус воскрес из мертвых иаков сара эстер или марии ученикам мария наверно ну да правильно сколько детей имели давид и версаеве 10 12 6 или 4 я не знаю подожди 10 12 6 или 4 хорошая память слуховая у меня вообще хорошая память пусть будет 10 нет ну наконец-то хоть один неправильный 4 4 ладно последний вопрос чтобы не мучили какое дерево иисус сделал увядающим потому что она не приносила плоды смоковница по-русски смоковница яблоко груша апельсин или инжир инжир друзья аплодисменты ты молодец наш я думаю что нам нужно завершать программу спасибо тебе маша за твой честный и искренний ответ с вами как всегда был никита никитин шин который с вами была маша и программа тв субтитры сделал DimaTorzok